всем привет друзья с вами варчик в этом видео очередной раз будем рассматривать разбор реплея разбор ошибочек смотреть что было так что не так и так очередной раз на вот реплейс я нашел человека который занимается в бою полной ерундой но при этом винит всех вокруг и честно говоря уже очень много таких людей встречаются чрезмерно дофига и это уже прям в какие-то тренды картофельных игроков переходит что они все не все но очень много людей вообще как бы в бою ни черта не собираться делать и ничего не делают но при этом у них виноваты все разработчики игроки вокруг кто угодно у этого человека практически все реплеи называются примерно в таком духе что разработчики собирают сильных игроков против него а у него команда ну всяких там дурачков при этом он даже как бы наверное не догадывается но он сам в этой команде дурачков находится и играет еще и хуже чем эти самые дурачки потому что но далеко не на первом месте все время в списке после боевой статистики мы видим первый бой их будет два в первом бою он приезжает на место где можно по кемперить и в принципе все это весь бой у него вот так вот он играет всегда я посмотрел целую пачку его боев и и в основном играет он вот так все на любой карте на любом танке стал подальше примерно за пол карты от врагу и все и можно хоботком влево вправо водить при этом посмотрите как он стреляет он сейчас попал чуваку за бугор там в пиксель при этом он даже не на него навелся и он почти всегда так стреляет практически все выстрелы у него одинаковые он заранее выходит из прицела из аркадного нажимает выстрел и в момент выстрела он дергает мышкой то есть он как бы так сказать оскорбляет разработчиков практически во всех названиях своих реплеев но при этом благодаря механикам игры он хоть какой-то урон наносит если бы в картошке стрельба была с другими механиками не рандомно не вбр на и если бы снаряд летел в то место куда он стреляет он был вот посмотрите опять что это такое если бы снаряд летел туда куда он нацелился он бы не наносил урон вообще никогда сейчас он светится и стоит дальше выцеливает ему все равно и он заезжает за укрытие только после того как на получал и практически уже отсветился то есть человек вообще не вменяемый в плане того как играть в world of tanks он не понимает ни механик вообще не как эта игра работает и он стрелять даже не может нормально в стоячий танк наводишь прицел ждешь когда пушечка сведется после того как она свелась нажимаешь выстрел после этого выходишь из прицела многие статисты и хорошо играющие люди момент выстрел выходит из прицела но все-таки они момент выстрела еще в прицеле и потом быстро выходят а многие наверное видели это на стримах различных и пытаются этому подражать но видимо увидели как это все делается но до конца не поняли и делают это неправильно выходить из прицела нужно после выстрела а для чего это делается не для того чтобы лучше стрелять а для того чтобы вокруг смотреть хорошие игроки выходят из прицела после выстрела потому что в нем нечего делать после выстрела вы смотрите вокруг влево вправо на мини карту плохие игроки остаются в прицеле и сидят там по полчаса вот для чего выходятся из прицела и в момент выстрела не нужно дергать прицелом потому что разброс становится больше и вы не попадете нужно четко держать мышку на одном месте Вы наводитесь куда вам надо, нажимаете выстрел и потом уже можете выходить из прицела, смотреть вокруг, воспринимать, что происходит в бою, получать информацию с мини-карты и смотреть по сторонам. Вот для чего все это делается. Но наш игрок делает все совсем наоборот. Стреляет он неправильно. На карту он, судя по тому, как я посмотрел целую пачку реплея, вообще практически никогда не смотрит. Он не видит, что происходит вокруг. И при этом у него все виноваты. Все всегда виноваты. И это уже какая-то плохая тенденция. И мне не нравится, что это входит в какие-то тренды основной целевой аудитории World of Tanks. Вокруг всех все обвинять, но при этом не разбираться в игре абсолютно. Тогда зачем мне столько времени находиться? А этот игрок довольно-таки много играл. У этого игрока 49 тысяч боев, 49,5, почти с половиной процент побед. И играет он сейчас абсолютно на такую же статистику. То есть он абсолютно ровно отыграл 49 тысяч боев. Ноль развития в игре. И вы сейчас смотрите на игру человека, который провел в ней 50 тысяч боев. И таких людей очень много, которые провели много времени, делают на протяжении этого большого количества боев одни и те же ошибки. Но при этом не хотят разбираться в них, а винят окружающих в этом. Это самая большая проблема, которая сейчас есть в рандоме, поскольку таких игроков очень много. Ну и почему я сделал вывод, что этот чел не смотрит на миникарту? Потому что слева вообще никого нету из союзников. Никто не светит левый фланг. Город мы проиграли давным-давно. Очевидно, что оттуда приедут люди. И наш герой замечает врага только после того, как получает от него выстрел. Хотя враг светится уже очень давно. То есть чел вообще не может играть в это. На протяжении 50 тысяч боев, очевидно, что он не научился вообще ничему. И сейчас в рандоме таких людей очень много. Практически каждый бой, большая часть людей играют именно вот так. Плюс-минус. Я играю каждый день в картошку, я это вижу, смотрю после боя статистики людей. Смотрю в бою, как они играют. И это печально. Почему выходят статисты из прицела и для чего это делается, я рассказал. Также еще, видимо, у этого человека проблемы с процентом побед. Поэтому я вам расскажу, как в этой игре получается высокий процент побед у хороших игроков. Что они для этого делают. Для начала нам понадобится танк, который может активно участвовать в бою. Причем он должен уметь это делать на любых типах карт. И уметь участвовать в любом бою. Там, где есть ЛТшки, нет ЛТшек, есть арта, нет арты. Много тяжей или мало. Наш танк должен уметь участвовать в любом бою. Причем активно и с самого начала. Чем активнее мы будем участвовать в бою и раньше начнем приносить преимущество своей команде, тем выше процент побед будет у нашего танка. Победа делается с самой первой минуты. Мы должны наказывать врагов, набивать урон, убивать врагов, подсвечивать их, выводить из себя, делать неудобным бой для них, светить и убивать их. При этом мы не должны сами сливаться. Наш танк всегда должен быть в укрытии, максимально защищен и быть неудобным для врага. Также мы не должны находиться сами отдельно от всех, поскольку нас могут задавить. Между нами и врагами должно быть какое-то расстояние, которое они не смогут доехать. Вы должны их расстрелять за это время, если они вас будут давить. Это если вы находитесь на фланге в меньшинстве. Вам не нужно подъезжать к врагам слишком близко, они вас могут задавить, если поймут, что их больше. Если вас на фланге больше, вы должны как можно быстрее реализовать преимущество, чтобы поехать помогать другому флангу. Так и делаются победы в картошке. Вы должны быть всегда в укрытии, но у вас должна быть возможность всегда наказывать врага. Пока вы катаетесь и не можете понять, как участвовать в бою, ваша команда может уже начать рассыпаться. Если вы не придумали себе место и занятие в бою, то скорее всего он пройдет без вас. Это будет либо победа без вас, либо поражение без вас. Сейчас очень много турбо боев, поэтому и танки должны у вас быть соответствующие. Сейчас очень хорошо подходят для игры быстрые тяжи с классными пушками. Желательно, чтобы были УВНы и хорошая лобовая броня. Нужно ехать просто на направление, хорошую позицию и тупо душить врагов своей офигенной пушкой от рельефиков и укрытий. Также у вас должна быть офигенная скорость, что есть у быстрых тяжей, для того, чтобы ехать помогать на других направлениях. Либо если фланг слабый, иногда придется и отступить, для того, чтобы не слиться, потому что умирая вы победу не принесете точно. Высокий процент побед это всегда баланс между агрессивным участием в бою, но при этом нужно балансировать, чтобы не слиться. Поскольку если вы сольетесь, вы тоже сделаете только хуже. Если вы не участвуете в бою, вы тоже бесполезны. Насколько хорошо вы играете в World of Tanks, легко понять по статистике. В статистике все указывается. Как часто вы сами засвечиваете врагов, это показывает, насколько вы играете активно. Процент побед показывает, насколько вы полезны в команде и в бою. Ну а средний урон показывает, насколько вы хорошо реализовываете свой танк и как вы играете. Если у вас средний процент побед низкий, а средний урон на танке высокий, то вы просто где-то крыситесь до конца боя и тупо набиваете урончик до конца. Это конечно прикольно, но вы в команде что есть, что нет. Если у вас процент побед высокий и средний урон на танки высокий, вы действительно играете хорошо. Это легче понять по среднему ВН-8 на вашем аккаунте. Если ваш ВН-8 низкий, а ВН-8 больше всего зависит от фрагового урона, то скорее всего вы слабый игрок. Грубо говоря, если ваш ВН-8 красный, оранжевый и желтый, то вы либо не участвуете в бою, либо еще и мешаете. Если вы зеленый, то вы просто присутствуете в бою и тупо стреляете, когда враги под вас подставляются. Если вы бирюзовый, вы в принципе реже ошибаетесь и стараетесь играть в игру. Фиолетовые же крайне редко ошибаются и знают где находятся агрессивные позиции для того, чтобы развалить половину вражеской команды. Но при этом они тоже могут ошибаться. И нету никаких там подкруток, перекруток. В какой-то степени вся игра основана на таких правилах. Случайное пробитие, случайная альфа и снаряд летит тоже случайно. Но это изначально известные параметры. Мы их знаем еще до того, как начался бой. Мы знаем параметры всех танков, если мы разбираемся в игре. Мы знаем карту, знаем ее плохие и хорошие стороны. Знаем какой респ слабый или сильный. Изначально понимаем куда можно ехать, а куда не стоит. И этим можно пользоваться каждый бой. И даже со слабого респа можно попробовать выиграть, если не ехать на слабое направление, а пользоваться сильным. Но легче обвинять кого-то другого, а самому не разбираться в игре вообще. Но только вот играть с такими людьми в бою вообще неприятно. И не важно игрок этот за меня или против. Если он за меня, то он просто не участвует в бою. Надеяться на него смысла нет. Если он против меня, он очень слабый враг и убивать его никакого труда не составляет. Интереса в этом тоже мало. Вот и получается такая вот у нас игра World of Tanks. Где очень много людей абсолютно не разбираются в игре. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok